Совсем скоро, в августе, Верхние Волжи отметят очередную годовщину со дня рождения первой русской сестры Милосердия Екатерины Бакуниной. Помимо участия в двух войнах, она стала одним из организаторов госпитального дела в России и медицинского обслуживания в Тверской губернии. Неудивительно, что уже не первое лето в областном центре проходит церемония награждения лучших медсестер региона, которым, среди прочего, вручается и медаль Екатерины Бакуниной. Около полудня в четверг конференц-зал поликлиники областной больницы стал заполняться медсестрами, которые представляли медучреждения всех муниципалитетов Верхней Волжи. Все они имеют большой стаж работы. Кто-то вообще всю жизнь трудится на одном и том же месте, как, например, Елена Тарасова. Таких, как она, называют правой рукой хирурга. Мы быстро должны организоваться, вовремя подать инструменты, вовремя больного обслужить полностью. Где-то час подготовка идет операционной. После, когда заканчивается операция, мы, естественно, все готовим на следующий день. Татьяна Келейникова тоже еще с начала 80-х работает в областном онкодиспансере. Говорит, что очень любит свой коллектив и вообще свое медучреждение. В том числе и за внимательные отношения со стороны начальства. То, что мы озвучиваем, как бы это все старается нам. И по поводу пациентов, и по поводу сотрудников. То есть, у нас прекрасные руководители. Пользуясь случаем, благодарю. В этот день свои награды получили 53 медсестры. 37 из них почетными грамотами и памятными подарками за высокий профессионализм отметила областная ассоциация средних медицинских работников. Мы пишем на руководителей учреждений, на главных медицинских сестер. И они дают представление. Смотрим и стаж работы, и характеристики их. Как правило, это всегда достойные медицинские сестры. А отзывы пациентов считаются? Обязательно. 16 человек были удостоены медали сестры милосердия Екатерины Бакуниной. Вручавший награды руководитель одноименного фонда, отец Роман, говорит, что само понятие милосердия непременно должно быть ключевым при оказании медицинской помощи. Внимание, сострадание и милосердное отношение к пациенту – это, наверное, половина уже здоровья и выздоровления этого человека. А еще отец Роман отметил, что сейчас прорабатывается вопрос присвоения медали Екатерины Бакуниной официального статуса региональной награды. В случае положительного решения это, несомненно, даст дополнительные и вполне конкретные бонусы представителям этой гуманной профессии.